Этот элемент в игре выполнен просто превосходно. Важным элементом в игре является радар. Он показывает всех врагов, мины и другие объекты, и конечно же гейб. Также у каждого врага существует система опасности. На радаре враг представляет собой треугольник. Если он желтый, все нормально. Оранжевый враг вас обнаружил, но пока высматривает вас и не стреляет. Красный ведет прицельный огонь по вам, то есть вас обнаружили. У гейба также есть специальные устройства, помогающие ему в тяжелых ситуациях. Это фонарик, инфракрасные очки, очки ночного видения и специальные очки для обнаружения скрытых электронных устройств. Каждый из них вам может помочь в определенной ситуации, то есть все из этого вам не будет лишним грузом. Также мы можем использовать специальный крепеж у гейба, и в определенных локациях его можно использовать с тросом, расстреливая врагов в воздухе, как какой-нибудь крутой герой боевика. В игре огромное множество разнообразного оружия. Нож, пистолеты, автоматы, дробовики, снайперские винтовки. Стоит отметить, особое новшество в снайперской винтовке самого гейба. Появилось три вида дротиков, выпускающие ядовитый газ, самовзрывающийся, поражающий электротоком, которые делают процесс игры еще более увлекательным и разнообразным. Можно убить одним самовзрывающимся дротиком сразу группу врагов, но это привлечет нежелательное внимание к вам, поэтому лучше использовать дротики с ядовитым газом, чтобы тихо убить парочку рядом стоящих врагов. А вот дротики, пускающие ток, подходят как для веселья, так и для серьезной игры. Сказать честно, не ожидал такого хорошего сантрека для игры данного жанра, но Дарк Мир в который раз доказал, что и здесь она не подкачала. Редакторы музыки сделали потрясающую работу для создания динамичной атмосферы при эффектных перестрелках и спокойной атмосферы после них. В этой сбалансированности очень хорошо идет переход от перестрелок к тихим убийствам. Музыку для игры написал композитор Марк Сноу, знакомый нам еще по главной теме сериала Секретный материал. После того, как вы прошли сюжетную часть, вас ждет сюрприз и еще пять бонусных миссий, которые к тому же нужно еще открыть. Многие из них являются связующим звеном между предыдущими частями серии и Дарк Мир. Также проходя миссии вы можете находить улики, на каждой миссии их три штуки. Пока вы будете их собирать, вы будете также пополнять новый раздел меню одиночной игры, скрытые файлы. Это меню представляет из себя точно такое же меню, как при выборе миссии. Но здесь вы можете посмотреть игровые видеоролики, трейлер, постановку анимации, послушать сунтрек игры и посмотреть концепт арт. К тому же в игре есть система рейтингов, где надо сделать определенное количество действий, чтобы увеличить процент рейтинга. Звучит сумбурно, но на практике вы таким образом можете разблокировать новое оружие, способности, например, держать сразу два пистолета, или открывать те самые бонусные миссии. В общем, вы за этой игрой проведете немало приятного времени в вагоне за новой бонусной миссией или новым оружием. По моему, хоть и небольшому опыту, одна из лучших реализаций мультиплеера для портативной консоли PSP принадлежит именно этой игре. Мультиплеер с iPhone Filter Dark Mirror позволяет играть в режиме инфраструктуры, возможности играть с игроками со всего мира, или в режиме Ad-Hook, то есть между рядом сидячими игроками. Участвовать могут до восьми игроков. В мультиплеер не забыли добавить еще пару приятных вещей, таблицу лидеров, список друзей, серверный браузер и даже возможность создавать свой клан. Также очень приятно, что в Dark Mirror есть поддержка голосового чата для тех, у кого есть наушники с микрофоном. Опции достаточно простые и не являются чем-то новым. Можете поставить лимит на игроков в своей сети, лимит на время, а также отключить или включить автоприцел. В режиме игры также не блещет оригинальностью. Это и стандартные матчи ChaosMosh, Deathmatch, и командный Deathmatch, и матчи по заданиям. Еще один режим под названием Rough Aging. Первые два режима вряд ли нуждаются в объяснении, а вот два других довольно-таки любопытны. Матчи по заданиям работают довольно просто. Каждая из команд должна выполнить определенные задания или задания. Это простое решение добавляет в игру некий элемент партнерства среди игроков в команде. Единственное, что немного разочаровывает, так это то, что доступных карт всего 5 штук. В онлайн действительно интересно поиграть. К тому же есть множество миссий с определенными заданиями. Они лишь добавляют еще больше интереса к нему. Но из-за того, что в игре всего 5 карт, это может быстро надоесть. Хоть и радует, что эти карты довольно огромны, и даже сражаясь с семью игроками, вы не почувствуете дискомфорта в пространстве. Дарк Мир Совсем тем, что предлагает нам Siphon Filter Dark Mirror, ее нельзя не порекомендовать всем обладателям карманной консоли от Sony, в особенности любителям игр жанра экшен. Разнообразнейшие миссии, приятное управление, огромное количество приборов и оружия, прекрасные ролики, инновационный мультиплеер и взвораживающее звуковое сопровождение. Все это делает Dark Mirror одной из лучших игр своего жанра, не только на PSP, но и на других игровых системах. Конечно же, она не идеальна, оружие иногда звучит странно, да и кампания может показаться кому-то не особо длинной по времени. Но все это блекнет по сравнению с тем, как эта игра отличается от всего того, во что я играл раньше, до Dark Mirror, да и после нее. В то время это был настоящий прорыв по всем аспектам игры для PSP. Даже сейчас я иногда не прочь запустить эту игру и насладиться ее великолепным геймплеем и захватывающим сюжетом. А мультиплеер и различные бонусы лишь заставят вас полюбить ее еще больше. Без сомнения, одна из лучших игр для PlayStation Portable и по сей день. Настоятельно рекомендую всем владельцам PSP. Обещаю вам, вы не пожалеете о потраченном времени. Содержание 8,5 из 10. Красиво сделанное меню, приятный геймплей. Компания кому-то может показаться не очень долго по времени, но звук и визуальные эффекты на высоте. Графика 9 из 10. Прекрасные модели персонажей, много различных локаций и в каждой свои погодные эффекты. Звук 8 из 10. Прекрасное музыкальное сопровождение, звуки оружия иногда странные, проработаны звуковые эффекты, а актерская игра оставляет приятные впечатления. Геймплей 9 из 10. Отлично сделанная схема управления, хорошая смесь перестрелок и стелс-экшена, дополнительные возможности 9 из 10. Самые различные возможности мультиплеера, различные бонусы, такие как дополнительные миссии и различные материалы по созданию игры. Итоговая 9 из 10. Надеюсь, вам мой обзор понравился, ведь я вложил в него немало сил и энергии, старался всех удивить и поразить идеи более детального обзора, более похожего на профессиональный. Я буду рад любым комментариям под обзором, как хорошим, так и критичным. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом и Рождеством. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова